Новоуренгойским студентам дали в руки автомат в образовательных целях. Молодые люди приняли участие в военно-спортивных играх. Развлекательно-познавательное мероприятие для студентов техникума и колледжа провели представители Министерства обороны и Тюменского пункта отбора на военную службу по контракту. Цель – привлечь молодых людей в ряды защитников Отечества. Граждане, имеющие среднепрофессиональное и высшее образование, могут заменить военную службу по призыву на военную службу по контракту. Как бы основной целью является информирование и привлечь для поступления на военную службу по контракту. Патриотическое воспитание ребят начали с создачи нормативов по физподготовке. Не забыли и про знания важнейших для нашей страны исторических моментов. Справиться без ошибок с тестом получилось далеко не у всех. Например, студенты неправильно отвечали на вопрос, кто водрузил знамя победы над Рейхстагом. Самым же волнительным этапом игр стал процесс сборки и разборки автомата. Какой результат считается наилучшим для сборки и разборки автомата? Разборка автомата. Норматив 18 секунд, сборка 30 секунд. Давайте посмотрим, сколько займет. Молодой человек планирует после окончания учебы служить по контракту. Привлекают его спецназ и ВДВ. Об элитных подразделениях грезят многие юноши. Чтобы приблизить мечту, пошли учиться в колледж на отделение правоохранительной деятельности. С детства нравилось. Сейчас решил попробовать. Состояние здоровья позволяет попасть в спецназ и отобраться? Да, конечно, все позволяет. Студенты говорят, в профессии военного их привлекает возможность заработка. Но главное, греет факт прямой сопричастности к охране людей и рубежей страны. Прежде всего, любовь к родине, намерение отдавать ей долг, защищать ее от любых вражеских нападков и тому подобного. Многие участники соревнований не считают, что патриотизм заключается исключительно в военной службе. Да, владение оружием и навыки самообороны могут пригодиться им, чтобы защитить себя, близких и свою страну в случае угрозы. Но любовь к родине и уважительное отношение к месту, в котором родился и живешь, прежде всего, идет от сердца и воспитания, говорят студенты. Я горжусь, наверное, местами России, потому что очень большой ареал климатических зон и просто очень много мест, в которых я бы, допустим, лично хотел побывать. Например, в Карелии, дико красивые леса. Я бы с удовольствием съездил, выход к северным морям. Или, допустим, это северная зона, да, есть зона Севастополя или Владик, или Крым, где тоже абсолютно другая природа. Патриотический проект прокатился по разным городам нашей страны, чтобы как можно больше людей могли получить информацию о контрактной службе.